Итак, мы берем проект, берем ссылку, которая у нас здесь стоит, идем в идея, говорим создать новый проект, нет, не то сказал, на самом деле, значит, чек-кровный шелк-контрол, здесь джид, здесь я ухожу по имя нашего проекта и куда его поднимем. Нажимаем клон, и он автоматически скачивается с джидхаба и подставляется в нашу реквизиторию. Ну, тут он требует некоторые настройки, которые, как правило, можно настроить, оставить в умолчании, значит, я ему сейчас его подойдет, оставлю, вот, в принципе. Значит, наш проект синхронизируется, в адресе левом пленке, в смысле, в джидхабе, вот адрес github.com. А, кстати, говорю, правильная мысль, давайте переделаем. Абсолютно правильно говорите, давайте так и сделаем. Терминируем. Все верно, на самом деле, человек сказал. Значит, если у вас нет права записи в корневой репозитории, то, соответственно, вам надо создавать собственный форк. Вот он, поэтому специально у меня здесь в групповом репозитории, а не в моем личном. Я делаю форк. Чего? А, вот так. Он какое-то время пыхтит. Вот он форкнулся. Все, теперь он сидит в моем репозитории. Значит, еще раз, господа и дамы, если у кого возникают какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их сразу. Если мы не сможем рассмотреть их в нашей лекции, мы рассмотрим их потом, там, в чате обсудим и так далее. Но не надо оставлять вопросы, то есть какие-то вещи, которые вам непонятны. Если вы не понимаете, что происходит, пожалуйста, спрашивайте. Так, повторяем нашу процедуру. Пойдем, еще раз открываем. Пойдем, еще раз открываем. Пойдем. Пойдем. Пойдем, стояло. Пока мы попробовали... Теперь я... в первых, мне надо удалить то, что я там Давайте я для экономии времени сделаю вот так, вам делать это не надо, просто я буду использовать, чтобы его не подкачивать. В большинстве случаев вы можете использовать просто параметры по умолчанию и особенно тут. Вот эту кнопочку надо нажать обязательно, чтобы синхронизировать сборку. Значит, сборку мы с вами обязательно рассмотрим отдельно, буквально лекцию или даже две потратим, потому что это очень важный момент, как просто понимание того, что такое сборка, так и конкретно для Kotlin это просто одна из очень важных и на самом деле очень хороших вещей экосистемы, системы сборки, которую конечно стоит любить и уметь ей пользоваться. Мы используем практически всегда систему сборки Gradle, которая сейчас доминирует в этой среде. Она, вообще говоря, годится не только для Java и для Kotlin, для нее она годится и для, скажем все, плюс-плюс проекта для нативных. В принципе, существуют плагины даже для Python, для Husky или для чего угодно, хотя, конечно, там по многому, как сказать, родные системы сборки доминируют. Можно только не просто. Да. Как вы сейчас видите? В принципе, можно как-то перейти и загрузить репозиторию. Если не открывается, то меняешь приклады. Сразу проект. Можно, конечно, файл, можно. Вот у нас тут есть new, project from version control. Понял. Идете и у вас открывается то же самое. Так, давайте мы пойдем посмотрим. Так, видно, что происходит? Не надо увеличение или увеличение делать? Ну, я сейчас попробую, но, по-моему, он не дает боковую панель увеличить. Нет, я боюсь, что он максимум только вот так умеет. Нет, он, к сожалению, так не… То есть, он увеличит меня потом, когда с ходом буду работать, я увеличу, а боковая панель иначе просто пропадет. Итак, давайте посмотреть, как выглядит наш проект. Значит, тут есть всячески потусторонние капки, которые нам не нужны. Это инструкции, лекции, которые вообще не имеют отношения к нашему проекту. Они туда просто засунуты, потому что они часть репозитория. Мы их игнорируем. Дальше есть директория SRC. Это традиционная директория, в которой будут лежать наши исходники. Есть директория Gradle. Это директория с элементами системы сборки, которые позволяют работать с нашим кодом, не скачивая, то есть, не устанавливая на компьютер эту систему сборки. То есть, она сама умеет подкачивать свои какие-то куски, запускать и… Вот опять разберем, вот это разберем не сегодня, разберем в другой раз. Дальше какие-то системные директории с кэшами, которые мы можем игнорировать. Видите, они серенькие, да, сделаны. И давайте посмотрим, что у нас в корне происходит. Значит, в корне у нас… Вот этот файл не должен быть в корне, ну ладно, пусть он здесь оказался. У нас есть, опять же, настройки системы сборки. То есть, вот это вот Build Gradle KTS. Это основной файл системы сборки, который показывает, как вообще собирать наш проект. Он достаточно простой и включает всего несколько строк. Давайте тогда все, что касается его, разберем в соединении. Настройки, readme и обертка, которая позволяет, как раз таки, запускать сборку и запуск программы, не устанавливать систему сборки. То есть, здесь вот у нас Gradle Rappers. Это линуксовый shell скрипт и есть, соответственно, линуксовый бач-файл для того, чтобы работать на всех системах. Ну, и есть Jetignore, это, конечно, должно быть всем понятно, что… Значит, пока концентрируемся на том, что у нас лежит в директории SRC. Значит, структура… А что он мне… Что-то он куда-то ушел в несознанку и подкачивает зависимость. Он уж темная тема. А, думаете, лучше будет? Хорошо, давайте попробуем. Ну, темная тема я обычно не ставлю, у меня она глаза режет. То есть, читать сложно с дископом. Что, лучше стало? Вот, по-моему, стало хуже, да. Сейчас, 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 я когда в исходники перейду, я перейду в другой вид. Я просто хочу, чтобы боковая панель была видна. Ну, он что-то ушел в себя, подкачивает зависимость от офис тех, как на штурманной. Ладно, пока смотрим, что тут происходит в директории. Значит, тут, видите, много-много директорий. На самом деле, как только проект нормально синхронизируется, он… Это все сложит в довольно удобную папочку. Но надо понимать, что вот то, что вот здесь вот есть, вот это дерево, давайте прочитаю для тех, кто неплохо видит. Значит, здесь директория SRC. Это общая директория для всех исходников. В ней есть директория MAIN. Это так называемый SOPSET. То есть, у вас может быть в проекте несколько SOPSET. Например, в классический случай у вас есть исходники для основной программы, исходники для тестов. То есть, вот, например, здесь можно создать еще один директорию, тест. И она там будет жить. Мы сегодня, я думаю, не воспользуемся. Дальше идет Kotlin. Это имя языка, на котором будут исходники. Потому что бывают проекты, в которых, например, исходники на разных языках. Ну, классический пример на Kotlin – это у вас часть проекта на Kotlin, часть проекта на Java. В этом случае у вас будет здесь SRC main Kotlin и SRC main Java. Вот. Дальше идет вот такая вот лесенка, довольно большая, которая описывает так называемый пакет. Эта терминология пришла из Java. Она там довольно активная. То есть, у вас любой элемент вашего кода размещен в пакете, который нотируется, вот такая инвертированная веб-нотация. То есть, если у вас в веб-адрес там что-нибудь .google.com, то пакеты Java, они в обратном порядке .com.google.что-нибудь. Да? Вот скажем, если я хочу нашу лабораторию, наш адрес сайт нашей лаборатории npm.mit.ru, то пакет, в котором я это размещаю, ru.mit.mpm. Ну, конечно, от общего к частному. Эта вещь на самом деле важная, потому что пакет это не просто для красоты. Это часть имени вашего, ваших классов, которые вы потом будете использовать. Так, а что вы мне подкачивать такой тяжелый компилятор? Вот он, что ли, весь с рукой пришел скачать. Ну, надо пусть скачать. Да, сейчас уже недолго осталось. Пора подкрутиться. Итак, и вот внутри всего этого уже идут пакеты. То есть сначала идет вот набор директорий, который описывает наши общие, как это называется, группа. А внутри идут уже директории, которые описывают... О, он прокачался и, как я и обещал, он все сложит. То есть пустые директории он все сложил в одну строчку, чтобы не надо было гонять. Естественно, если вы работаете в каком-нибудь, не дай бог, ВИМе, вы с этим задолбетесь. Потому что каждый раз вот пройти к источнику, к источнику, вам надо 6 раз набрать там вход в директорию, чтобы выйти 6 раз набрать. А? Абсолютно. Ну, может быть. Я, как я очень давно не работал в директории, пару раз попробовал, больше не пытался. Вот. Тем не менее, это довольно утомительно. Но если вы работаете в любой современной среде, она, конечно, делает за вас автоматически. Это минус с точки зрения плюса. Это, на самом деле, очень огромный плюс. Вы всегда знаете, где находится ваш... Просто по имени вашего класса вы всегда точно знаете, где он находится. Это, на самом деле, вот поверьте мне, это просто очень важно. И так, вот наш пакет суммарно определяется вот этим длинным именем. И в нем сидит у нас мой единственный интерфейс, который создан, называется Univariate Integrating. Значит, это мой исходный вариант. У нас есть еще вариант другой ветки уже с некоторой готовой реализацией. Я, к сожалению, не помню, как по имени автора. Здесь, да? Значит... Гордей. Гордей, да? Вот. Мы потом его рассмотрим. Сделаем в классическом таком процедурном стиле. Надо ничего обсудить. Вот. Для начала давайте мы включим все-таки нормальный режим презентации и посмотрим, что у нас есть. Вот на этом месте начинаем смотреть на код и начинаем задавать все вопросы, которые непонятны. Как только мы разбираемся с непонятными вопросами, мы двигаемся дальше. Да? Итак, код. Значит, в коде у нас легко сидит имя пакета. Вот это вот самая длинная кракозябра, которая определяет, где он у нас живет. В Kotlin, в отличие от Java, имя пакета не обязано совпадать с именем файла. Тем не менее, такой нюанс. Все равно рекомендуется, чтобы оно всегда совпадало. Поэтому давайте пока следовать канонам и считать, что оно всегда совпадает. Есть случаи, когда это не обязательно. Итак, мы начинаем с того, что мы хотим описать интегратор. Одномерно. Для этого, что мы делаем? Мы для этого должны определить задачу, которую мы будем решать. Эта задача определяется декларацией интерфейса. Кто не понимает, что такое интерфейс? Так, один человек, два человека, это все-таки некоторое количество человек не понимает. Что такое класс, понятно? Что такое класс все понимают? Нет, ну просто если кто-то не понимает, честно скажите, у нас тут не экзамен. Все, понимаю, да? Значит, у нас есть некоторые типы, которые описывают набор поведений. Класс, как правило, это набор поведений плюс некоторая реализация этих поведений. Интерфейс отличается от класса тем, что в интерфейсе, в общем случае, у нас только декларируются некоторые поведения, но нет их реализации. То есть, если вы посмотрите на этот вот интерфейс, который у меня есть, вот здесь есть функция integrate, но нет ее реализации. Только декларировано, что она берет в качестве параметра, что возвращает. В C++ аналогом у вас будут виртуальные, как они там называются, чисто они называются, да? Ну, виртуальные, там есть виртуальный класс, но там может быть крайний случай виртуального класса, в котором ничего не определено. В случае какого-нибудь свирта это у вас будут протоколы. В Python, по-моему, аналога нету для чистого интерфейса, там просто класс без реализации. Ну, там есть возможность как-то. Ну, она не очень предусмотрена. Вот. Ну, там для этого отдельно есть. Вот. Я это специально декларировал? Да, да, да. Ну, там все немножко, да. То есть, как бы, на уровне языка оно не очень сделано, считается, что оно там не нужно. Тем не менее, интерфейс это очень важная вещь. Она важна для вас, в первую очередь, для программистов. Потому что одна из основных идей объекта ориентированного программирования, которая все-таки для Kotlin является одной из основных парадигм. Про парадигмы мы сегодня попозже поговорим. Это то, что вы отделяете вашу декларацию, то есть, что вы хотите сделать, от вашей реализации. То есть, как вы это хотите сделать. Очень плохо, когда у вас оказывается, что декларация зависит от реализации. Ну, не потому что очень плохо, это всегда в той или иной мере так. Но, скажем, это означает, что мы все-таки так сделаем. Только мы сегодня как раз на примере Kotlin-Kartel мы это как раз очень хорошо увидим. Потому что вот я написал интерфейс, да. Значит, что мы здесь видим? Да, значит, давайте остальные непонятные в буквке разбирать. Значит, интерфейс понятно. Unirate Integrator – это его имя. Традиция именований. Kotlin полностью соответствует традицией именований Java. То есть, имена классов интерфейсов начинаются с большой буквы и используют этот самый CamelCase. То есть, когда следующее слово начинается тоже с большой буквы. Я вот эти немецкие слова, кто-то немецкий пытался изучать. Вот я когда пытаюсь что-то писать по-немецки, у меня очень большое желание писать CamelCase. Вот такие слова очень длинные. Непонятно, где начинается начало следующего. Вот я всегда пишу так, и мне сразу лучше читается. Для сравнения, скажем, в Python принят в основном SnakeCase, когда имена через подчеркивание. В C++ единого стандарта нет там кто-то что-горазд пишет. Там у каждой группы свои стандарты. Скажем, в C-Sharp тоже используется CamelCase. Но у них, грукая аннотация, у них, например, функции с большой группой пишутся. Так что, ну вот, сразу предупреждаю, что такие вещи надо учить, потому что иначе вы придете к людям со своим кодом, а они вам скажут, что вы не понимаете, что у вас написано, давайте исследуйте с соглашением языка. Но надо отдать должное. Идея, если вы написали что-то не так, идея вам скажет, что вы что-то не то написали. И не проправляете. Так, дальше. Этот класс у нас, этот интерфейс, в нем определена одна единственная функция. Функции в Kotlin обозначаются ключевым словом fun. То, что это ключевое слово fun, это имя функции. Имя функции с маленькой буквы. И, как правило, это главу. Сделай то. Но это не обязательно совершенно. То есть это уже, это соглашение далеко не всегда выполняется. Значит, дальше идут перечисления параметров функции. Имя параметра, двоеточие тип параметра. Эта нотация как раз таки отличается от джава, она паскалевская. Ну, как бы там, на самом деле, до паскалей это было. Но, вот, кто-нибудь у нас паскалю учил? Вот, почти все отлично. Во-первых, мне тоже, как с вами, когда я с паскалей переходил на Kotlin, да, на джаву не сначала в одну сторону сломал мозг, а потом в обратную сторону сломал мозг, но, в общем, у меня некоторая основная ностальгия была, когда я возвращался к этой нотации. Значит, тип справа. И функция у нас работала точно таким же образом. Да, кстати говоря, я на джаву ссылаюсь, а у кого есть опыт работы на джаву? Ну, примерно у третьего. Ладно, значит, проще ссылаться на паскал. Я просто тогда буду меньше отсылок туда делать. Кстати говоря, в Kotlin комьюнити идет постоянный спор. Можно ли изучать Kotlin, не имея опыт работы на джаву? Мнение разделяется. Я считаю, что можно. Вот мы и проверим. Экспериментами тоже. Итак, имя функции, потом перечисление параметров, двоеточие, тип. Тип – это тип возвращаемого значения. Значит, типы – это очень важно. Ну, если вы работали на паскале, вы знаете, что типы – это важно, но бетоноиды иногда про них забывают. Забывают про типы, им сложно потом привыкнуть, потому что типы все-таки есть. На сбитание тоже можно прийти. Можно, но, опять, это скорее нотации, да. Вот. Давайте разберем, что у нас в параметрах. Параметр from, то есть левая граница интегнирования, то есть левая параметра to – правая граница интегрирования. Оба они типа double. Значит, тип с большой буквы. Kotlin double – это класс. В отличие от Java, например. Вот. И, ну, так вот, навскидку, да. Мы хотим римоновский интеграл. Значит, мы хотим левый край, правый край. Мы хотим шаг интегрирования, да. В Kotlin поддерживаем так называемый дефолт параметры. То есть вы можете вместо того, чтобы переопределять несколько раз функцию с разным набором параметров, вы можете какие-то параметры сразу указывать в их значениях. В данном случае у меня используется, он использует уже переданные параметры и использует внешнюю константу. Константы для констант, в общем, стандарт именования такой, что с большой буквы comment есть. Это, опять, просто такое соглашение. То есть, темп, если мы не укажем при вызове функцию, он сам рассчитается. Но если укажем, то... Константа мы переопределить нас можем, да? Нет. Значит, константа, смотрите, там мы сейчас доберемся для этих страшных слов, на которых народ много ломается. А там вопрос, я не очень отманил, это там дефис, что ли, между даблом и дуэфром? Равно. А. А, просто равно. Ну, да. Ну, к сожалению, у проектора не очень хорошее разрешение. То есть, нотация такая, название, двоеточие, тип, равно дефолтное значение. Вот. Дефолтное, значит, там дальше есть некоторое соглашение по вызову. То есть, на самом деле, параметры с дефолтами должны идти после параметра без дефолтов, если вы хотите вызывать их без явного указания имени. Мы доберемся на то. И последнее, значит, константа давайте чуть оставим потом. Последний параметр, который здесь указывается, это такая фишка, которую... Ну, если вы с такими совсем современными языками не знакомы, вы... В шапе. Ну, в шапе, в шапе, естественно, есть эксишек. А? В питоне. В питоне нет. В питоне нет. В скала нет. Ну, скала, здрасте. Скала, да, все это. То есть, эта вещь будет непривычная. В Kotlin есть две важные вещи. То есть, во-первых, есть типы функций. Функция или функциональные типы, как это называется. То есть, некоторая переменная, которая является функцией. Ну, в принципе, по питону вы вещи... Это вам должно быть знакомо. В питоне они... Вы можете любую переменную пересоприсвоить функцию. Ну, или лямбовыражение. Отличие в том, что в Kotlin эти функции являются типизированными. То есть, в данном случае я вот беру вот такое обозначение и говорю, что это функция, которая в качестве аргумента берет число данного, то есть, 8-байтная с плавающей точкой, и возвращает такую, 8-байтная с плавающей точкой. Значит, в большинстве современных вот таких вот, современных языков такие вещи есть. Ну, Scala, естественно, она функциональная. Всякие... Julia, Rust и так далее. Там везде все это есть. Но есть, например... Опять же, в большинстве языков нет вот такой классной штуки. Смотрите. Вот я беру... Ой. Значит, да, кстати говоря, я вот сейчас возьму и сделаю гад. То есть, я возьму в том же файле, в котором у меня определен класс, я напишу что-нибудь еще, за какого не разряжаю. Kotlin разряжает. То есть, можно писать так называемые топ-топлировые депорации. Значит, давайте я вот здесь создам функцию. Давайте... Да, давайте мы его по-обному назовем. Значит, inter-ray-sign. И... То есть, у меня определен класс. И здесь же я определяю некоторую функцию, которая просто существует в том же самом файле. Потом, когда я захочу к ней достучаться, они за такие функции называются packageLevel функции, то есть они существуют не на уровне какого-то класса, а на уровне пакета. Когда я ее захочу вызвать, мне надо вызвать ее полное имя плюс имя функции или использовать симпат. Давайте разберемся. Значит, здесь я говорю, скажу, что функция, допустим, возвращаем double, и я захочу, чтобы она у меня вернула ключевое слово return. Нет, она должна в качестве аргумента принимать все-таки наш интегратор. И вернем, интегратор, интегрейт, значит, допустим, от 0 до 1, а вот дальше я делаю, давайте сначала я сделаю некрасиво, а потом красиво. Так, только мне надо импортнуть... Значит, мне надо импортнуть значение. Так, давайте разберемся, что я написал. Значит, я взял функцию, которая берет в качестве нашего аргумента интегратор и интегрирует при помощи этого интегратора синус в границах от 0 до 1. Понятно? А вопрос, почему тип? А? Мы интерфресс назвали как тип. Да. Совершенно верно. То есть, еще раз, я не могу, я не могу абстрактно проинтегрировать что-нибудь, поскольку... Ну, понятно, почему. Для этого интегратора еще нет. Мы для него сделали только декларацию. То есть, никакой реализации для него нет, мы не знаем, к чему обращаться. Но мы декларировали, что у нас когда-нибудь будет реализация этой интегристики. Более того, может быть, их будет не может быть, а точно их будет много. И мы захотим разными способами интегрировать. Да. А можно использовать параметры? Ну, то есть, например, степ объявили и использовали уже объявленные, ну, параметры. Да. Может быть, ручки не объявленные, которые после нее используют? Давайте проверим. Нет, не можете. Хорошо. Ну, на самом деле, это я просто показал, что легко проверить, потому что всегда тут же подсвечивают. Нет, на самом деле, конечно же, нет. Потому что иначе бы вот вывод типов и все остальное было бы очень сложно. То есть, все идет слева направо. А вот среда поставила название. Да. Это свойство среды, это можно отключить. Сейчас мы с подсказками. На самом деле, подсказки это как бы это... Есть вот сторонники всяких емаксов, которые очень ругаются. Говорят, вот, подсказки ослабляют, и после этого за вашу жизнь никто не даст ломану цента. Не знаю, честно говоря, не проверял, буду продавать свою жизнь. Но при этом, конечно же, это очень удобно. То есть, вот эти части, вот этот вот from и to, то, что всегда у меня подставил, они не являются частью кода. Это подсказки среды, которые высвечиваются только во время, пока я его редактирую в данном конкретном случае. Более того, там можно хитро настольить, чтобы, например, подсказки высвечивались только в той области, в которой вы находите прямо сейчас. Ну, вообще, конечно. Абстрактный еще вопрос. А? Да. Я должен сказать про нас. Вот 0.0, наверное, есть способ различить эту данную? Да, да. Значит, поумолчаю, по соглашению. 0 без точки — это целочисловая константа . 0 с точкой — это . дабл, а все остальное как Java. То есть, скажем, 0f это будет константа флот типа . То есть он говорит, что это типа флот, а не типа дабл, они несовместимы. То есть в отличие от, скажем, C++ и тем более Python, у вас язык не разрешает явного приведения типов. То есть Java в этом смысле еще где-то разрешает, Kotlin практически везде запрещает не явное приведение типов. То есть если вы хотите, у нас есть переменная типа флот, она не будет автоматически приводиться к перемене типа дабл. Хотя мы хотим видать некий способ, ну, фаз родитель, там, где требуется наследие. В большинстве случаев, если это не дженерик, до дженериков дойдем, но там свои вещи. Ну, вообще, да. То есть, как бы типы, как это называется, я усиливаю контр-вариантность, то врядность и культу. Короче, в общем случае, когда вы передаете вместо типа, вы можете передать любое его наследие. То есть, этот наследник является типом. То есть, ну, всегда-всегда люблю объектно-ориятельное программирование пояснять на табуретках, да, значит, табурет, значит, кресло является стулом. Итак, значит, я передаю... Да, значит, мы остановились на том, что... Да, конечно. Вот, тут дабл получается класс, да? То есть, дабл или нет, примитивно. Идем. Я правда не знаю, вернусь я оттуда обратно или нет. Значит, дабл является классом, он наследует номер. И, как видно, просто я являюсь... просто, ну, обычный реальный класс. Так, теперь только как у меня брата... Ну-ка. О, супер! Я всегда забываю эту комбинацию. Вот. В Kotlin на уровне языка нет примитивов. Значит, примитивы есть на уровне байт-кода. Я не буду сейчас делать байт-код. Давайте будем считать, что это продвинутое занятие. По-саму, в один клик делается, но потом как-нибудь сделаем. Вот. То есть, Kotlin прячет все примитивы. Примитивов нет. Они существуют на уровне байт-кода. Kotlin, вообще говоря, умный и везде, где можно, сам заменяет анбуксит значения и заменяет их на примитивы. Но там с этим есть некоторые проблемы, потому что вы не всегда контролируете этот момент. Ну, правда, с автомиксингом Джайдор. А мы передаем по умолчанию значения аргументы по значению или по... Значит, все, все, все передачи аргументов идут всегда по ссылке. Всегда. Всегда. Значит, на самом деле примитивы все-таки передаются по значению, чисто передаются по значению, но так как они не изменяемы, то вы не можете, вы не чувствуете разницу на самом деле. То есть, они передаются по ссылке, но вы об этом не знаете. А так вообще все значения всегда передаются по ссылке. Это в отличие от... Так, значит, в чем остановились? Значит, что у нас тут есть? Левая граница, правая граница. Дальше. Обратите внимание, синтаксис, которого тоже далеко не видно и есть. Это не минус, это равно, опять же. Надо бы сейчас какой-нибудь полирует лишь х поставить. Значит, это синтаксис, который позволяет использовать именованные аргументы. То есть, я с каждым здесь могу написать вот так вот. Ну, у меня сбился порядок. Как только я начал использовать именованные аргументы, этот уже перестал понимать, на каком он свете. Значит, тогда мне надо все сделать именованными. Но, в чем плюс, если я использую именованные аргументы, я могу поменять их местами. То есть, если я использую именованные аргументы, я могу передавать это в любом порядке, который я хочу. Если я использую неименованные аргументы, то их надо строго в том порядке, в котором они объявлены. И, опять же, дефолты должны стоять на последнем месте, чтобы компилятор понял, о чем речь. Так, последняя вещь. Значит, вот эта вот штука, которая мне написана, ну, доценить, почему написано. Х, стрелочка, синус, это, так называемая, функция литерал. Это та вещь, которой, кстати, в старых языках нету. Поэтому у вас есть лямбда с довольно неудобным синтаксисом. Ну, очень неудобный. Поверьте мне, по сравнению с тем, что есть, скажем, в грузе, это очень неудобно. Скажем, лямбда, она может быть, в питоне лямбда, она однострочная. Сразу очень сильно ограничивает ее применение. Значит, это литерал функции, в которой до стрелочки идут аргументы функции, после стрелочки идут значения функции. Эта штука просто функция. Дальше. Теперь я сейчас ее буду упрощать. Во-первых, я сделаю супер-классную вещь. Сейчас, Палат, у нас аргументы функции слева, справа значения, а где мы указываем тип? Тип здесь выводится. Значит, в Kotlin есть вывод типов, то есть во многих случаях он автоматически подставляет типы сам. То есть я могу написать здесь double для четкости, но это не меняется. То есть на самом деле он и так знает, что это double. Он знает, что на этом месте он ожидает функцию, которая принимает double, поэтому тип ему указывать необязательно. Типы вы, как правило, указываете в Kotlin в том месте, где это неочевидно. А, ты еще не знаешь, что не понимает, да, вот этот тип там указан? Да, потому что, я говорю, что он в этом смысле умный. Он знает тот тип, который... Значит, выход типов не вездесущий. То есть не везде и не всегда нужно убрать декларацию типов. Но, более того, не всегда это надо. Иногда, если вы, например, хотите, чтобы код остался, читай его, но вы будете писать тип даже там, где свидаевого будет. Просто к тому, что он будет. Читать будет проще. Так, значит, я сейчас начну творить макия. Во-первых, я сделаю вот такую штуку. Возьму... И вот это все убил. Это какой-то стандарт сейчас будет? А? Какой-то стандарт? Нет, это просто часть языка. Вот это что сделает? А ты как прочитал? Национальный язык прочитал? Ну, на самом деле, значит, это соглашение, оно было, вообще говоря, не в Kotlin, но появилось в грубе. Потом, по-моему, в каком-то виде перекочевало в скалу, я не уверен. Kotlin его забрала. Если у вас последним аргументом вашей функции идет функция, то есть функциональный тип, то этот самый функциональный тип пишется, может писаться не в параметрах, а в фигурных скобочках за грани функции. Конечно, это имеет ограничение, что это только один функциональный тип может работать таким образом, но на самом деле это просто офигенная вещь. Ну, просто вот пока сложно понять, насколько офигенная данная вещь, она все у нас чуть-чуть упрощает. По-моему, в Kotlin, она не будет. А? По-моему, в любой. Даже если Kot, то если мы внесем обратно, а здесь заменена степка, то есть... Нет, нет. Это только функциональный тип. А еще одну, пожалуйста. А? А еще одну, да. Что? Последний. Нет, нельзя. Если у вас вторая функция, она должна уже быть именовленным аргументом. А почему этого нужно? Потому что... Сейчас давайте продемонстрируем. Ну, для начала давайте я еще одну магию сделаю. В данном случае она скорее вредная магия, но я просто вам ее покажу. Давайте я заменю вот здесь это название переменной на id. Ну, так вот, не захотелось. А потом сделаю вот так. Это еще одно соглашение. Если у вас функциональный... Вот такие штуки называются лямбдовыражениями традиционно. А если у этой штуки лямбдовыражения, потому что у фигурных скобок всего не один аргумент, его можно использовать не явное слово id, которое означает этот самый единственный аргумент. Ну, опять же, это из груи пришло. В данном случае это скорее плохо. Потому что мы когда хотим синус, мы все-таки хотим понимать, что у нас какая-то математическая функция. Теперь, значит, давайте... Сейчас, а если мы говорим про лямбдовыражения, можем ли мы захватывать контекст? То есть... Да, да, лямбдовыражения захватывают контекст. А автоматически и есть. Да. Тут все до чего дотягивается. Это немножко продвинутая тема. Давайте про захват контекстов напишите потом в те самые. Мы поговорим про то, как лямбды захватывают контекст и как они его потом выводят, потому что немножко с первого раза будет сложновато. У нас вот так семинарская часть уже немножко к концу подходит. Так, значит, теперь спрашивается задача, почему это полезно. Ну, во-первых, давайте сделаем... Во-вторых, давайте сделаем... Мы не будем портить эту функцию. Сделаем еще одну. И здесь запишем, например... Не знаю... Кстати говоря, мы хотели захват контекстов? Да... А, косинус. Сейчас с импортами тоже разберемся. Смотрите, что я сделал. Я всего-навсего хотел пояснить, почему это суперудобно. Потому что представьте себе вот этот агрегат. А этот агрегат, на самом деле, может быть еще несколько вложен в структуру. А еще у вас может быть вызов функции, которая вызывает функцию, которая вызывает функцию. И весь ваш язык постоянно превращается в Lisp. Кто видел Lisp? Ну, понятно. Вы просто не знаете, что это такое. Наберите как-нибудь в поисковике слово Lisp и посмотрите, как выглядит программа на Lisp. Просто это ради интереса. Это очень познавательно. Вот. Короче, количество скобочек зашкаливает. Но вообще, как выяснилось, это не просто синтаксическое упрощение. Это, на самом деле, совершенно офигенная вещь, которая позволяет вам немножко на другом уровне проектировать вашу программу. Я думаю, что мы... Так вот, сходу я не напишу красивый пример. Я долго подумаю и просто скину тогда. Опять же, напишите себе, пожалуйста, кто задал этот вопрос, какой-нибудь этот вопрос. Я им потом просто долго посижу и скину, готовый пример. Но вообще, достаточно посмотреть стандартную библиотеку код, чтобы понять, что вот это вот свойство с лявных кодц, оно очень активно используется. Достаточно сказать, что, на самом деле, с точки зрения Kotler, обычная функция условной оператора типа if, на самом деле, можно заменить функцией. Но это не сделано, но это можно сделать. То есть, если вы сделаете функцию if, которая берет в качестве аргумента некоторый булевый тип, функцию выполняет, дальше там есть инфиксные функции, которые позволяют сделать вот такую комбинацию. То есть, вот всю вот эту конструкцию можно заменить библиотечной функцией, вместо того, чтобы использовать конструкцию языка. Ну, и там, на самом деле, огромный качественный ключ. У нас функции, так мысль... Ага. У нас бывают перегрузки функций? В смысле, перегрузка функций? Ну, с разными, по-моему, там, в зависимости. Ну, как? Ну, одной из разных функций, да. Ну, вот для таких функций, да, конечно. Ну, конечно, конструкция, на самом деле, вот такие. Вот, пожалуйста, конечно. Все, все тут это, конечно, может быть. Так, наверное, последняя вещь, которую я вам сегодня покажу из этой серии, потом мы чуть-чуть разберем то, что Гордей написал, потому что время, к сожалению, уже выше, Гордей, потому что я хотел. Я вам покажу еще одну магию. А, нет, у меня нет конкретного реализации интеграда. Так, смотри, что я сделал. Сейчас, а в VAR можно написать функцию VAR функция? Нет, в смысле VAR функция. Хотел присвоить... Еще раз, все значения... Все значения? Нет, не понял. Сделать... Сейчас. Внутри функции... Если вы объявите VAR элемент такого типа, она абсолютно равноправная. Там может быть все что угодно. То есть она может быть из меня, хотя я не уверен, что это хорошее. Да, кстати, про VAR не сказал. Значит, это важно. Значит, объявление переменных, как локальных, так и глобальных, не надо использовать глобальные переменные, определяется таким образом. VAR, имя, вообще говоря, тут идет тип, равно значение. Там есть еще PROPERTY, но мы сегодня мимо них явно в другой раз сейчас берем. Это переменная, которая одинаковая цветка. Кроме VAR означает, что переменная неизменяемая. Это не означает, что она не изменится. Это означает, что ее нельзя изменить. То есть, на самом деле, ее внутреннее состояние по каким-то причинам может меняться. Но сама ссылка на переменную ее нельзя перезаписать. Поэтому просто, пожалуйста, запомните, что VAR на самом деле это означает, что это read-only. Это не означает, что она неизменяемая. Это означает, что ее нельзя перезаписать. Если вы хотите сделать переменную состояние, которое можно изменить, вместо VAR идет VAR. Идея сразу подчеркнула все изменяемые переменные. Она сделала подчеркивание, просто чтобы вы видели, что переменные. Опять же, так как Kotlin все-таки сильно ближе к функциональным языкам, чем, скажем, Java, то вообще считается, что лишние изменяемые переменные – это плохо. Все переменные, которые… То есть, изменяемые переменные должны быть минимизированы. Ну, это как бы… Это не как бы закон природы, это просто некоторое… Такое достаточно разумное правило, которое предостерегает некоторый фашизм. Это, кстати говоря, большая беда к Пайтоне. Особенно, когда вы там перекрываете имена одной переменной другой, и он, например, ничего вам не говорит. Это всегда очень грустно. Значит, Kotlin, конечно, от таких вещей спасает. Конст – это отдельная вещь, это отдельное ключевое слово на константы вредней компиляции. Я могу совершенно спокойно его убрать, и ничего не изменится. Это, на самом деле, всего-навсего некоторая оптимизация, как сказать, параметров. Эта константа, она просто фиксируется в языке, просто на этапе компиляции, и просто дальше компилятор знает, что она никогда не поменяется. Она сидит в отдельной области памяти и не отсвечивает. Но у них там есть некоторые преимущества. В частности, константы времени компиляции можно использовать в аннотациях, например, в каких-то вещах, которые на момент компиляции используются. Ну, допустим, если мы не поставим, мы не обозначим этот фокс. Ничего страшного, да? И мне нужно поместить память в другой способ. Все, конечно, но просто она поместит уже, когда программы стартуют, а не на этапе компиляции. То есть, это сложно? Нет. Все будет работать как надо. Вы ничего не понимаете. Нет, он автоматически не идентифицирует константы времени компиляции. Константами времени компиляции, на самом деле, могут быть только те самые примитивы, которых нет. То есть, это примитивы и строки. Туда нельзя записать какое-то сложное значение. Но, на самом деле, опять, это та вещь, о которой думать не надо. Это уже, если вы хотите работать с аннотациями, с какими-то оптимизациями времени компиляции, вылизывать перформанс и так далее. Об этом можно думать. Но, если вы ее не сделаете, то вам идея подсветит, что на самом деле можно поставить, ничего не испортится. Что значит компиляции? Я боюсь, что сегодня немножко меня не дает. Давайте в этом тоже в следующий раз оставим этот вопрос. В следующий раз разберемся, потому что за это, боюсь, что это немножко долго. Я хочу сегодня еще легче успеть. Так, давайте все-таки разберемся, какую магию я здесь сделал. Ну, или оставим мы домашнее задание, чтобы сами эту документацию почитали. Ну, на самом деле, это тоже достаточно долгая вещь, значит, обратите внимание, я вот здесь функцию вызываю без указания того, на ком я вызываю. А теперь давайте посмотрим, у нас есть, как правило, есть ключевое слово this, оно есть в Java и во многих других языках, в Python это self, которое обозначает объект, в котором я в данный момент работаю. То есть, скоп моего выполнения. Вот давайте я посмотрю, что у меня, как мне это сказать, так. Ну, давайте вот так сделаем. Он мне тип должен подсвятить. Паразит. А что он тут подсвечивает тип? Ну, он взял еще от плюсов. А? Альт плюс. Нет. Альт плюс. Альт плюс. Нет. Ну, я могу и... Альт плюс. У меня этот альт плюс сложный. Нет. Не хочет. Я, на самом деле, могу документацию вызвать. Значит, я увижу, что... Так. Сейчас мы будем это все свешивать. Ладно, я потом это сделаю. Но, значит, смысл в том... А можете держать? Что? Погу. И... 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 Ну, да, это... Это я понимаю, что он выглядит, да. А... Значит... На самом деле, я сделал вот что. А вы именно в Java с ID работали или с чем? Со скалы. Со скалы. Понятно. Там то хуже. Там просто в Java вывода типов нет, поэтому... Мне было интересно. Значит, что я сделал? Я, на самом деле, вызву... Это называется Receiver. Я думаю, что мы подробно разберем это отдельно, потому что... Вот этого уже практически ни в каких языках, на самом деле, нет. Я... Это называется функция расширения. В том виде. Я не явным опцией. На самом деле, явным, но... Постфактум. В... Вот этот вот тип. Добавил новую функцию. То есть, вот теперь вот здесь, например, я могу делать... А... Вызывать... Значит, я могу сделать вот так. И... ...интегратор... ...интегрейт... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Это отдельная тема. Я... ... ... ... ... ... ... ... если определено в одном пакете, а на другом определенном пакете. Импорт. То есть вам надо эти функции реально с точки зрения вот уже генерального байкода, это статические функции, которые сидят. Вы можете даже к другому модулю. То есть вы подключаете библиотеку и добавляете расширение в существующие методы, которые там уже есть. Это в чем-то похоже на то, как в Python вы добавляете метод в класс. А на самом деле это принципиально другая вещь. В Python, когда вы добавляете метод в класс, вы модифицируете сам объект, instance, который вы делаете. Это, на самом деле, очень плохая практика, потому что вы таким образом можете сломать его поведение. Поэтому это называется monkey-патчинг и очень мне рекомендую это делать. Ну, наверное, все слышали об этом, да? В случае Kotlin, вот эта самая подстановка делается статически на этапе компиляции. Это означает, что вы ничего не ломаете в том объекте, которому... Разумеется, этот extension, он имеет доступ только к публичному методу классу, он не имеет доступа к внутреннему состоянию. Но это, опять же, это, на самом деле, очень мощная вещь. Это означает, что все, что я запустил внутри этой функции выполняется как бы в контексте того класса, который является то, что называется ресивером. А если мы не будем компилировать код, то сами будем интерпретировать? Ну, код, он вообще компилируемый, а какая разница? Нет. То есть то, что все экстершены, которые вы используете, должны быть подкачаны в ClassPad. То есть вы должны им сделать импорт, если они находятся ни в том, ни в области видимости текущего кода, им должен быть делал явный импорт. Кстати, вариант импорта, я обращаю вообще внимание. Значит, вот методы sin и cos я не могу их вызвать просто так. Мои программы про них ничего не знают. Для того, чтобы мне их подтащить из внешнего кода, мне надо явным образом указать, откуда их брать. Почему? А? Чего-чего-чего? А, это опять же подсказка идеев, кстати говоря, в новой версии они перенесли эту подсказку вправо, чтобы не путать. Это означает... А! Да-да-да-да-да-да. Черт, я ничего себе не успею. Ну, на самом деле, смотрите, я вас обжурил, да? Вот у меня лямбда, функция, а где возврат-то из нее? Возврата нет. Я нигде не указал, что вернуть из этой функции. А разве не должен показаться, что это синус из, потому что это единственная строчка, и да? Последняя упоминаемая? Последняя строчка. Я могу здесь написать что угодно. Типа, грубе что ли? Я не помню, кстати говоря, в скале, но это из грубе. Из грубе, не из грубе. Но в грубе тоже. То есть это, опять же, это синдоксический сахар. Если он вызывает именно лямбда-функцию, то возврат является последней строчкой. Это не всегда удобно и не всегда хорошо. А, в обычных функциях? В обычных нет. В обычных должен быть return, жесткий. Поэтому там есть такой... Я, на самом деле, здесь тоже могу написать return. Вот такой только. Он поименованный будет с меткой. Мы... Что это за метки? Есть собака. Давайте в другой раз. Опять же, напишите вопрос. Мы сегодня не успеваем. Значит, метки... Вот в данном случае это просто среда по подсветилам, но не... Что из этой строчки у меня будет возврат вот этой вот сам... Возврат лямбда, который вызывается в этой функции. То есть я мог бы, на самом деле, здесь явно... Да, кстати говоря, еще одна вещь... Еще одна вещь, которую Котлин отличает. И ифы, все вены и так далее являются выражениями. Как я тебе понял? Чернавника нет. И не будет. И даже не упоминательной форме этого слова. Получается, апокалипсис каждый раз, когда мы ему упоминали. Ну, да. Тернавник заменяется ифом. И, собственно, поэтому он не будет. Все. Я немножко исчерпал лимит языка на сегодняшний раз. Да. Гордеевский код, значит, мы должны глянуть. Я, к сожалению, не должен выйти из этого режима, да. Потому что иначе я ничего хоть не найду. Я не настолько хорошо помню кнопочки, которыми... Так. Я хотел более подробно разобрать. Но, видите, не успеваем. Значит, я просто кратко его покажу. И обсудим, кратко укажу, что там и как. Значит, мы... Я для того, чтобы посмотреть, я иду в ВЦС и переключаю ветку. Затираю те изменения, которые я сделал, потому что они не очень интересны. Так. Значит, Гордей нам... Во-первых, он взял и поменял нам интерфейс. Потому что я сказал, что мы теперь хотим интеративный интерфейс. Он написал обычный римоновский интегратор, который считает все там трапециями. А теперь мы хотим интеративный, с фиксированной точностью. Вот на этом месте мы взяли и грубо сломали API-совместимость. Так, кто у нас здесь есть? То есть появился вторых... Где? Здесь, да. Нет. Это просто я... У нас в репозитории сейчас две ветки. Одна мейт, в которой я создал один класс. А вторая, это вот то, что Гордей сделал pull request. Я просто на нее переключился. Тот код, который он уже написал. Как здесь переключается? В самой идее? Вот. ВЦС, JIT, branches и тут check-up делается. А, это там внизу. Ну, тут еще, на самом деле, есть где-то VCS pop out. В общем, там только функции. Да, вот здесь. А, есть консоли? Вот, да, да. А, есть терминал, пожалуйста. Можешь через терминал. Вот, терминал открываете и делаете через идею. Но я рекомендую делать через идею, потому что она автоматически умным образом все конфиди переподкачивает. А что это на force check-out? А? Force check-out. Это же не всегда хорошо. Ну, в данном случае я специально сделал force check-out, потому что то, что я там нагородил, мне потом не нужно будет. Вот. Итак, значит, Горгей нам поменял интерфейс. Это называется ломать API совместимость. Это означает, что если мы уже, у меня другая часть нашей команды разработчиков сидит, которая ожидает, что этот интерфейс будет такой. Он взял его поменял, он сделал очень весом. Именно поэтому, на самом деле, большая часть программы, разработки серьезной программы, такой сложной, она, вообще говоря, происходит еще до того, как вы начинали писать код. То есть, вообще говоря, в общем случае, когда вы начали писать код, проектировать уже поздно. Пока вы идете в тех 1 или очень маленькой группой, да, можно, вы можете договориться, переменять интерфейс и так далее. Если у вас команда разработчиков достаточно большая, надо сначала очень хорошо подумать, очень хорошо продумать интерфейсы и только потом начать что-нибудь гаранить. И, например, в спортивном случае, вы создадите совершеннейший хаос с несовместимостью и там просто много полезных. В данном случае он сделал чего? Он добавил много параметра, потому что он хочет итеративный интегратор. И, собственно, он сделал важную вещь, он сделал реализацию. Видите, вот появилась такая зеленая штучка, я на нее тыкаю и попадаю в реализацию. Сейчас я вернул обратно из этой же моды. Итак, значит, представляю вам реализацию нашего класса имени Гордея Гоймана. Она сидит в том же самом пакете, что не очень хорошо, потому что пакет называется API и implementation. Вообще говоря, надо бы в другой пакет, но это ерунда. Он написал комментарий, что он молодец, молодец большой. Кстати говоря, комментарии в Kotlin очень удобные. Например, Markdown, Syntax и всяческая переход по ссылкам прямо в комментариях. Вот. И он у нас сделал тут... Ну, правда, он не очень удобно сделал параметры. Вот сейчас. Сейчас, да? Ну, просто, когда их много, удобнее их разнести на разные строчки. Иначе сочетатель спадает. То есть я бы вот так сделал. И так. Может быть даже... Может быть даже вот так. Так. Вообще, самая важная кнопочка для разработки, на мой взгляд, это кнопочка автоматического форматирования кода. Я, по крайней мере, чаще с образом нажимаю. Это очень полезная вещь. Так, значит, он сделал проверку входных параметров. Это просто библиотечная функция Kotlin, которая выкидывает ошибку с вот таким сообщением, если условия не выполнены. Дальше он сделал все события в армии. Значит, классический императивный порт. Все variable. Дальше он здесь считает интеграл Риммана итерациями. Я думаю, что у нас нет времени подробно разбирать. Я предлагаю всем внимательно потом залезть в репозиторий, почитать и оставить комментарии, кто еще думает на эту тему. Я единственное могу сказать, что тут не очень хорошо. Значит, не очень хорошо, что вы все, как вот в классическом фортале скрустили, запихали все в одну функцию. Разумеется, нам правильнее было бы саму процедуру интегрирования с фиксированным количеством узлов вынести в отдельную функцию. Потому что, например, мы захотим потом заменить это и не торопятся им интегрировать, а Симпсонов. Ну, это второй порядок. В этом случае, в том виде, в котором сейчас, нам придется лезть в эту функцию и ее переписывать. Если... Это, к сожалению, оптимизация. То есть здесь просто оптимальным образом написано? Нет. На самом деле, эта оптимизация – это вредная вещь. Потому что, во-первых, такие вызовы рандаймом оптимизируются очень хорошо. Вот такой виртуальный... И потом вы на профайле видите, что они у вас... Их надо оптимизировать. Вот оптимизация такого типа на этапе первичного написания, как правило, вырождаются в довольно сложно поддерживаемый код. Не говоря уже о том, что, на самом деле, вот такого типа вещи GVM оптимизирует очень хорошо. Но я потом объясню, в чем. Ну, вот можем как-нибудь потом обсудить. Да, это не справа, конечно. К сожалению. Вот. А мы будем стараться на парадигмах или... Сейчас обсудим вот этот лекционный язык. На самом деле, во всех. В основном, конечно, все-таки... То есть, код для них все-таки универсальный язык, он поддерживает все парадигмы. Поэтому для каждой задачи свой стиль. Если вы хотите, например, какую-то математическую логику, вот как раз оптимизированную, вы, как правило, пишете императивно какой-то кусок, но он сильно инкапсулирован внутри объектной структуры. Он... от него вот никакие потраха не торчат на углу. В Fortrun, допустим. Ну, классический пример, что в Fortrun для того, чтобы... Ну, это из старых C программах. Вы передаете значение переменной, которое внутри меняется. В код, там, практически никогда вы этого не увидите. И в Java, просто потому что это является довольно плохой практикой, она очень сильно путает структуру кода. И вы не контролируете их делать, что их меняется. Ну, честно говоря, я не вижу, почему. Почему он тут... Это обычный цикл, но... Ладно. Сейчас нет времени, это мы потом все-таки обсудим, потому что... В остальном, да. Ну, вот такая реализация. Но, опять, мы с вами столкнулись с такой проблемой, что мы видим, что немножко другая реализация требует другого интерфейса. Это означает, что, вообще говоря, нам надо с вами включать объектный думал и думать, каким образом нам надо... Можно передавать параметры обобщенным образом, чтобы потом, когда мы захотим еще какие-нибудь новые параметры, нам не пришлось создавать внутренний интерфейс. Ну, новый интерфейс. Вот, можете дома на досуге об этом подумать. Как с помощью объекта программирования это сделать? Все. Значит, время совсем у меня вышло. У меня осталось совсем немного на лекцию. Давайте мы все-таки начнем. Тогда я это закрываю. И попробуем все-таки поговорить о идейных вещах. Что успеем, то успеем. Что не успеем, перенесется на следующий раз. Значит... Я не уверен, что этот самый Screen Capture будет правильно захватывать. Ну, его не смеет, так смеет. Итак, значит, для того, чтобы хорошо понимать, как... Опять, есть разные уровни программирования. То есть, если вы хотите там скриптики на питончике писать, во многих случаях вам не надо понимать, что он делает внутри. Главное, что он выдал результат, да. Но, как правило, задача научного программирования связана с тем, что вам надо что-то оптимизировать зачастую. Или хотя бы понимать, что вы делаете. То есть, это такое вот принципиальное отличие между разработчиком и пользователем программы. То есть, этот курс во многом рассчитан на тех, кто планирует себя в качестве разработчика. Поэтому, для того, чтобы понимать, что происходит, нам надо понимать, что творится внутри, на уровне, вот, как ваша программа взаимодействует с компьютером. Я, может быть, буду рассказывать какие-то очевидные вещи. Может быть, я проскочу вещи, которые все понимают. Но, может быть, и нет. Значит, перейдемся все-таки от совершенно низкого уровня, как у нас наша программа с системой взаимодействует. Читаем? Читаем. Проскать вступление. Что такое программа? Ну, вот то, что нарисовано на картинке, программа, забыл бы фокарты с собой взять. У меня есть, но они лежат с топочкой. Просто показать. Я в прошлый раз на лекции приносил, но потом просто персим. Значит, то, что нарисовано на картинке, если вы меня напомните, я на следующую лекцию пронесу, это программа. Это всем понятно? А как эта программа работает? Понятно, как она интерпретируется? Программа, на самом деле, на уровне вашего компьютера. Что такое программа? Программа – это набор инструкций для вашей вычислительной машины. Инструкции бывают какого типа. Взять некоторый элемент, например, байт из памяти, перевестить его в другую ячейку памяти. Взять из ячейки памяти, положить на этот самый, на регистр процессора. Взять из регистра процессора, положить обратно в ячейку памяти. Понятно, да? Нет, здесь не понятно, спрашивайте. Вот. И, по сути, вся ваша программа на уровне, глубоко на уровне компьютера, она является набором вот таких простейших инструкций. Я, к сожалению, не помню, сколько их, но там не так много, на самом деле, стандартных инструкций, ассембленных инструкций. Там всего, там, может быть, сотни, там, две или что-то там вроде. Значит, надо понимать, дальше есть вопрос, как вы эти инструкции кодируете. Да точно так же. На самом деле, тот же самый байт, который вы берете из памяти, он же может быть данным, он же может быть инструкцией. Просто номером инструкции, который надо выполнить. Это всем понятно? Нет, просто я, если всем все понятно, я буду чуть-чуть попроскать эти вещи. Если кому-то что-то непонятно, надо на этом месте затормозиться. У каждого процессора свои инструкции, это свои проблемы. Значит, на самом деле, и память тоже у всех по-разному устроена. Поэтому, вообще говоря, вы практически никогда не взаимодействуете напрямую с вашим железом. Вы взаимодействуете с операционной системой, которая уже берет на себя задачу взаимодействия с памятью, процессором и периферией и так далее. Поэтому машинный код, если исторически, конечно, были богатыри, которые там писали прямо в машинный код, который прямо там в режиме крутился, сейчас все-таки практически никогда этого никто не делает. Ну вот, стандартное выполнение программы, это просто есть последовательность в памяти некоторое, где у вас, у каждого нового ящейка, это некоторая команда, которая выполняется. Команды содержат какие-то вот, перенести с одной ящейки в другую, положить, сложить и так далее. И все, все многообразие нашего взаимодействия, того, что мы пишем, оно основано на очень простой вещи, на условном операции. То есть одна из инструкций, которые умеет делать процессор, это проверить, если значение какой-то ячейки такое, перейти в одну точку, если значение другое, перейти в другую точку. По сути, все многообразие нашего программирования, оно основано на вот такой простой инструкции. То есть, ну, можете подумать, как реализовать какую-нибудь сложную штуку, или даже простую штуку, которую вы делаете, таким образом. Например, подумайте на досуге, как цикл обычный, цикл, там, for, сделать, используя только вот такую штуку. Но, впрочем, если фисты, у вас, например, у вас еще асэмбляют фичку, это вас, наверное, такие вещи заставляют делать, да? Кто не фисты, пусть подумают. Вот, значит, ну, вот, собственно, ассемблер, просто кусочек. Ассемблер одни я писал, я писал откуда-то готовы, я не умею читать ассемблер, я не хит. Вот, то есть, макроассемблер – это язык, максимально близкий к машинным инструкциям. Он как раз содержит просто в человеческом виде, не в виде байков, а в человеческих читаемых инструкциях, вот, записать ячейку, взять из ячейки, сравнить и так далее. Но, на самом деле, мы программировать не будем. Вообще, на самом деле, я и вам не советую, за очень редким исключением. То есть, ассемблер надо, чтобы… Если вы очень хорошо понимаете, что вы делаете, и в очень русских случаях, когда вот там без него и совсем никак. А, вообще, в современном программировании, я, честное время, не знаю примерно. Студентам нравится. Нет, студентам нравится – это понятно, но на самом деле… Кто что-то сказал? Чего пробовать? То есть, пробовать. Кого? Ну, типа, другие, как сказать, где выхода обращаются в парк. В смысле, загрузочный сектор, что ли? Ну, а вы много знаете, где, какого кто-то реально делает? Файвы, по сути. Нам же рассказывали. Файвы. Нет, нет. Это вы никогда не… То есть, еще раз говорю, есть очень маленькое количество людей, которые это делают на системном уровне, но на самом деле их мало, и они очень хорошо знают, что они делают. Для… То есть, если вам для вас это просто поиграет, то поверьте, он это лучше. В девяносто девяти, там, девяти девяти случаях, современный компилятор сделает лучше, чем вы напишите на ассемблере. Поэтому он нужен, безусловно, я согласен, но, значит, примерно, как атомная бомба. Да, она тоже, наверное, кому-то нужна, но он, в общем, по повседневной жизни лучше не использует. Поэтому, если у вас появляется желание сделать ассемблерную вставку просто так ради красоты, подумайте еще раз. Ну, это так, это отступление. Значит, вот это, на самом деле, очень похоже на предыдущую. Очень похоже на предыдущую картинку. А? Метки. Метки, да, но на самом деле тоже есть метки. На самом деле, вот метка стоит. Здесь тоже метки, да, это что-то очень похожее. Да, ну, не ассемблер, но что-то очень похожее. Да, да, значит, это, на самом деле, байт-код, компилированный, в данном случае для Акотли, но это не весь, он, на самом деле, там еще примерно столько уже торчит. Это байт-код, компилированный для вот той функции, которая здесь направлена. Это все-всеми любимые факториалы. В данном случае такой пример. Он, кстати, написан в императивном стиле. Это далеко не единственный способ, но, правда, наверное, самый эффективный в смысле код. Это код, который выполняется, но он выполняется не операционной системой, он выполняется Java виртуальной машиной. Что такое виртуальная машина? А байт-код как? А? Байт-код, да. Байт-код я просто в идее запустил, я скомпилировал, и в идее запустил, там есть такая тура, которая позволяет просматривать просто байт-код ступень. Блак? Не-нет, это родная-родная-родная фича. Там в разделе Kotlin выбираете generate Kotlin byte-код. Байт-код. Байт-код, это просто? Чего? Это надо иметь что-то? На каком-то, когда вы так сильно уже занимаетесь каким-то оптимизированием, скорее да. Но на стартом этаке, конечно же, нет. То есть это вот, если вы вдруг занимаетесь разработкой библиотек и занимаетесь всяким высокопроизводительным программированием, оно бывает полезно. Значит, я вот байт-код не очень хорошо умею читать, но как минимум поднимать там, например, классическое применение для чтения байт-кода, это есть у вас боксинг или нет боксинг. Обычно поговорим о чем-то, потом. На базу уровней нет, не нужно, даже не риск. Значит, чек-код я это сделал. Смысл в том, что такое виртуальная машина. Виртуальная машина – это некоторое окружение, в котором выполняется ваша программа. Если очень примитивно понимать, то вы вашу программу превращаете в инструкцию, но только не для вашего конкретного процесса, а в универсальную инструкцию такого рода, которая выполняется на вашей машине. А потом эта самая виртуальная машина интерпретирует эти инструкции. На самом деле она работает не так. На самом деле она работает более сложно, но давайте сначала разберемся, зачем вообще эта штука нужна. Нужна она для… это на самом деле очень полезная вещь, и большинство, подавляющее большинство современных языков в той или иной мере используют те или иные функции, которые здесь написаны. Значит, самая главная и важная функция – абстрагирование функций операционной системы. Очень большая проблема. У нас целых три операционных системы с кучей вариаций, и если вы будете пытаться писать код, который работает везде, ну, вы ошибетесь. То есть поддержка кода, который одновременно работает на разных операционных системах – это совершенно убийственная задача, которая очень больная по деньгам, по людям, по времени и так далее. Поэтому гораздо лучшее решение это сделать, некоторое промежуточное представление вашего кода, вот в какой-то типа такого варианта, который вам не писают, а разные варианты. Есть .NET, есть LLVM, есть JavaScript тот же самый. И потом докомпилировать уже чисто вот эту самую платформу, зависимую часть на месте. То есть, вообще говоря, я так вот сходу все, вот я даже не могу придумать языка, который я так не делаю. Даже C++ сейчас использует, скажем, кланк использует TableWire, который… он не совсем виртуальная машина, но он использует низкоуровневые предоставления. Вот. Именно VM, как правило, предоставляет дополнительные функции. Например, в случае Java-виртуальной машины или вашего браузера, который, там, Go8, который интерпретирует JavaScript, у вас, например, есть контроль памяти. То есть, вас вы не вморочитесь с выделением и освобождением памяти. За вас это делает ваше окружение, причем делает это, на самом деле, как правило, хорошо. Лучше, чем вы могли бы сделать это руками. Да, кто мне начнет рассказывать, что ручное выделение памяти – это оптимально? Да, но только, опять же, если вы очень хорошо умеете это делать в среднем частичном случае, в подавляющем большинстве случаев, виртуальная машина будет это делать лучше, чем вы будете делать это руками. Ну, на самом деле, даже на C++ сейчас, по-моему, все уже перешли на SmartPointer и работают на них, что, по сути, является тоже системой контроля памяти со стороны онтайма, но только, на самом деле, менее эффективной, чем, скажем, GVF. Изоляция приложений – ладно, это отдельная песня. И оптимизация. Вот оптимизация – вы должны понимать, что, на самом деле, Java, скажем, Java-байт-код, он не интерпретируется. Там используется процедура, которая называется Just-On-Time компиляция. С точки зрения разработки программы это вам не очень принципиально знать, но чтобы вы понимали. Java, на самом деле, действует… Я не помню, у меня нету картинки? Нет, наверное, я не вставил. На самом деле, Java-ритуальная машина делает довольно хитрую вещь. Когда вы стартуете программу, она начинает вот этот байт-код, который вы генерировали в класс-файлах, интерпретировать, но по дороге, в процессе она его перекомпилирует и уже потом работает с компилированными модулями. То есть она… на старте она медленная, потому что она работает с неоптимизированным кодом, просто интерпретирует то, что есть. Но после какого-то разогрева, который, как правило, требует секунды, она начинает уже работать с очень хорошо оптимизированным машинным кодом. То есть на самом деле, на всей системе это… и JavaScript OV8 работает таким же образом, и Dart-овская машина, по-моему, работает таким же образом. Just-On-Time компиляция сейчас используется везде, и в общем… там доставьте вот тормоза, но потом оно работает как хорошо оптимизированный нативный приложение. На самом деле, даже лучше. Just-On-Time… Ну, это для парадигма, давайте. Just-On-Time компиляция позволяет делать оптимизации, которую вы не можете делать при статической компиляции. Ну, если кому-то будет интересно, я потом доставлю. Когда-нибудь потом. Так, значит, у нас… Мы продолбали все время, но очень кратко. То, что я хотел сегодня, обещал сегодня рассказать, про парадигмы. Значит, существует такое представление о том, что есть парадигма программирования. На самом деле, оно весьма размытое. Тут надо аккуратно подходить к этому. Ну, тут вот картинка, что вот все видят слона, и каждый видит его по-своему. Что, на самом деле, вы можете писать одну и ту же программу, но по-разному подходить и к ее написанию, и к ее проектированию. Ну, я вот сейчас вот транслирую не как бы такое ультимативное знание, а некоторое вот понимание, которое есть в программистском комьюнити, но надо понимать, что границы, они очень сильно разлыты, и очень часто программисты бьют друг другу лицо, просто потому что не хотят определять понятие правильным образом. Поэтому надо немножко аккуратно подходить к парадигмам, и не ругаться по пустякам. Значит, простейшая вещь, которую вы знаете, это процедурное программирование. Почему ли форматирование слежало? Ну, ладно, съехало, съехало. Значит, идея процедурного программирования, в общем, пошла она там еще со старта языков, еще до квартал этой эпохи, когда у вас есть некоторые процедуры, которые каждая отвечает за свое действие, у каждой есть свои параметры, в зависимости от имени процедуры и параметры она выполняется. Все. То есть максимально простая вещь, вот хочу сделать одно – вызываю процедуру один, хочу сделать вторую – процедуру два. В этом случае также важно, что процедурное, как правило, очень тесно переплетено с императивным программированием. Оперативная, значит, программа является просто последовательностью планы и команды. Такая форма программы является максимально близкой к тому же, как работает операционный системный процессор. То есть когда вы работаете вот в таком стиле, вы максимально близко вот подходите к тому, вот как живет ваша машина. В этом смысле вы, с одной стороны, можете максимально ее подстроиться, то есть сделать ей максимально удобно. С другой стороны, как бы, если вы хотите какие-то сильно более сложные конструкции, то, грубо говоря, вам надо думать как ваш компьютер. А это не всегда удобно или всегда просто. Обычно для этого нужно довольно большой опыт, потому что человеческий мозг все это думает немножко другими категориями. Поэтому, ну, в каком-то смысле, вот есть такое, ну, это, наверное, заблуждение, что процедурное программирование – это бы старт, классический вариант. На самом деле, конечно же, и сейчас есть полно программ, вот пример ваш любимый Python, он практически на 100% процедурный. У него есть и функциональная, и какая-то объектная часть, но все-таки подавляющее вещество программ на Python это чисто процедурная программа с максимальным областной последованием. Ну, в том же, нам искали и объяснить, что так можно не сочетать? Нет, на самом деле, можно, но вы попробуйте. То есть, на самом деле, писать объектный или тем более функциональный код на Python, вы немножко ушибетесь, просто он для этого не предназначен. То есть, вы через какое-то время будете чувствовать боль. Он все-таки… Да, на нем можно делать все что угодно, но все-таки он, его ниша – это именно оно. Так. Значит, объектное программирование. Здесь приведет доведомый дурадский пример, на самом деле, а вы никогда так не делаете. Но… Значит, смысл… Да. Значит, смысл в том, что объектное программирование, оно, на самом деле, не про то, как делать реализации. Оно не про то, как делать ту или иную функциональность. Скажем, тот же интеграл, но объектное программирование не делает, да. Не интеграл, а факториал. Да, все равно внутри он там будет тот же самый процедурный код. Объектное программирование – это про то, как разные элементы вашей программы взаимодействуют друг между другом. Да, друг с другом. Вот. Поэтому мы с вами, я думаю, что в течение наших занятий еще поговорим про проектирование. Вот на конкретных примерах мы посмотрим, как все это применять. Но надо понимать, что все-таки это не совсем пересекающаяся область. То есть, опять же, в любом современном языке, ну там, не знаю, с исключением Хаскеля, в той или иной мере будете использовать объектное программирование. Даже когда… просто если у вас есть какая-то сущность с набором поведений, все, это объектное программирование. Так, важная вещь в объектном программировании – это развязывание, как я уже сказал, реализации и декларации. То есть, есть интерфейс, есть реализация, может быть, несколько реализаций, и это ключевая вещь, которую надо понимать. Кстати говоря, функциональное программирование – оно тоже во многом объектное, с объектами являются функции. Как только у вас появляется что-то типа интерфейса – все, это объектный программирование. Ну, функциональное программирование. Хаскелисты вводят в восторга. Значит, на самом деле функциональное программирование – очень широкая категория. Очень принято сейчас во многом у программистов говорить, что функциональное программирование – это хаскель. Все остальное – это все не до хаскель, не совсем. На самом деле функциональное программирование возникает, как только вот элементами вашей программы становятся функции. Понятно, о чем я говорю, да? То есть, как только вы начинаете оперировать не только с числами, но и с функциями, все, вы вступили в функциональное программирование. JavaScript весь функциональный. Ну, здесь построена функция. То есть функциональное программирование сейчас очень модно, потому что компиляторы дошли... Еще раз, функциональное программирование максимально далеко от того, как ваша машина понимает выполнение кода. Особенно функциональное программирование в стиле Haskell, когда у нас, например, нет состояния. В принципе, у нас нет переменных вообще. Попробуйте написать программу без переменных. Почувствуйте себя в Афгазке. А? Или F-Sharp? Ну, F-Sharp, по-моему, более расслабленный в этом смысле. Там можно сосредоточить? Там, по-моему, да. То есть, насколько я знаю, Haskell — это единственный совсем чистый язык, ну, не считая всяких «юмана». Вот. Там, опять, такая чистая программа, она позволяет, конечно, создать для реакции оптимизации очень важную. То есть, как только вы знаете, что у вас нет изменения состояния, которое может испортиться, компилятор может сразу там кучу оптимизации сделать. Но надо понимать, что все это возможно только при условии, что у вас есть суперкрутой компилятор, очень умный, который умеет вот эти вот ваши структуры из вашего математического мозга переводить на этот компьютер. С тех пор, как они появились, да, открылась эта дорога. Но надо понимать, что, конечно, да, не любой функциональный пример Haskell, а, например, Kotlin, в нем функциональная парадигма очень сильна. Я вам ее показал уже, да, то есть мы начали… Мы передаем функции, функции являются типом. Есть функции, так называемые, функции высшего порядка, которые принимают функции в качестве аргументов. И поэтому в каком-то виде, конечно, во всех современных языках есть. Даже в Python, хотя там, это я еще раз говорю, там некоторая боль с этими лямблами. На самом деле, там больше боль с типами. Сделать нормальное функциональное программирование с типами очень сложно. У вас через какое-то время мозги завязываются узлом и обратно не развязываются. Вот. Но… По идее можно сразу писать. Они все равно на уровне аннотации. Но, опять, если бы это все делали, то вообще лучше присесть на Джулию и писать на ней. Она более человеческая в этом смысле. Вот. Значит, нет времени куда-то еще вдаваться. Если вот по тому материалу, о котором я рассказал, есть вопросы, вы можете какие-то вопросы задать сейчас, какие-то вопросы задать потом. Вопросы есть? Нет вопросов. Тогда давайте так. Для того, чтобы следующее занятие у нас… Ну, понятно, что у нас еще вагон материала. Давайте все-таки, чтобы кто-то кроме Гордея попытался что-то сделать с кодом. Просто, чтобы мы могли что-то пообсуждать. Попробуем в следующий раз уже более детально обсуждать. Ну и породвинемся дальше. Дальше мы будем говорить про то, как в следующей лекции будем говорить, как программа собирается, как Лилл Куинс. Уже раз запустите программу, что вы занимаетесь. Потом, разумеется, нам надо посвятить будет, по крайней мере, наверное, лекцию в Е на сбор. Это очень важно, наверное. Это это пока на входе. Спасибо. Спасибо.